доброе доброе утро друзья новый афон пришла на рассвет открыла глаза и поняла что я хочу к морю надежда николаевна еще лежит я пошла на берег буквально сколько тут вот он наш дом вот его видно окна одна минута и я тут ветра нету тишина море спокойное что еще нужно для счастья на сегодняшний день лишь бы не было дождя вот там на севере видно что дождь идет и по прогнозу тоже как бы дождь есть там две капельки нарисован но будем верить что нас минует дождливая погода потрогала воду вода конечно же теплее чем воздух но купаться нет купальник специально не брала так чтобы не искушать себя смотрите он чайки лежат ой сидят ну на вокзале сухом приехали ухты он даже его застеплили слушайте ремонт там делают да не было же стекла здорово все мы рады так идем на троллейбус и едем на рынок не на рынок а вообще погулять город рынок будет последним у нас последней станции мы в районе ботанического сада но когда мимо ехали я видела что ну пока смотреть там нечего зимний вариант неинтересный тут самом городе весь ботанический сад так я думаю что это театр какой-то сейчас посмотрим а вот юг отцветет вот колокольчики белые видите юг отцветет на я иду в куртке и чувствую что мне жарко будет это еще не обед еще не день фиша да это театр филармония даже до зашли в парк а можно я сюда пройду думала что то цветет нет красные листочки красивые как будто лето да все зелененькое а вот и признаки наступающего нового года вечером тут конечно с подсветкой все красиво но мы днем приехали и Идем мимо, разговаривают две женщины, стоят, ну, в возрасте такие. И с таким восторгом она о каком-то книге рассказывает, другой, это, говорит, какой труд, это кто это, не человек написал, я даже не знаю, говорит, кто это мог написать, как это все, уложить все в книгу, всю историю. Я ведь развернулась, вернулась и спросила, говорю, вы меня простите, говорю, вы про какую книгу говорите? Она говорит, Сухум называется, историческая книга, секция фехтования, гимнастика, вот так. И она с таким восторгом, и мне потом рассказала, такая книга, такая книга, ну, она, говорит, дорого стоит, дороговато. Мы шли и шли, а тут магазин книжный не нашли. Ну, заинтриговали женщины. Смотрите, какое здание красивое. Я обычно иду, иду, такая, ооо, и достаю камеру, чтобы вам показать тоже. Приятные такие улочки. Вот, смотрите, бугенвилью посадили, и вот так она ползет наверх и цветет, потом все зарастет. Такой балкончик. Вот, видно, хачапур и пицца. Кто-то мне написал, что кто-то родился и жил в Абхазии, или живет в Абхазии. Здесь хачапури. А я говорю, что я всегда вижу только хачапур. А вот такой забор с вазой у меня ассоциируется с детством, с вазоном. А в Азоне обязательно что-то растет. Сейчас такие заборы не делают. Ну, вот есть голые деревья без листьев. Есть. Но в основном деревья все зеленые, насажены. Вот, как будто летний парк. Чайки летают. И тишина. А вот цветет какое-то дерево, типа бузины. Белые цветы в зонтике собраны. Памятник, посвященный Абхазам, покинувшим свою родину в 19 веке. Вынужденным покинуть свою родину в 19 веке. Чайки кричат, носятся. Такая панорама. Вот тоже листики кожистые, толстенькие. Хожу, все трогаю. Бегония растет зимой. И цветет прекрасно. Вот это я не знаю, что за здание правительства или что это. Ой, не вижу. Я прочитаю. А, президент. В республике Абхазия. Вот так. Здесь президент сидит. Шли, гадали, что это за здание. Президент. Абхазский драматический театр. Абхазский драматический театр. Я его уже снимала вам и не один раз. И идем к фонтанам с грифонами. И фонтан, обратите внимание, прям из стены бьет. Как будто со скалы так сделано красиво. ДОСТАВКОМАМАЯ!!! И до сих пор это еще путем. И до сих пор это будетao. Абхазия, вне раз он нет. все поснимали вот тоже цветы бегонии растут красненькие а вот такое растение я в абхазии купила на рынке и она у меня благополучно растет маленькие купила такие они же у него такие выросли на улице тоже вот такие шарики потом формировать на память об абхазии и шарики брехаловка кафе мужчины сидят играют в шахматы а может быть и в нарды нарды в домино еще то у них ой сколько чая вижу тут эвкалипты мощные смотрите люди сидят не в сравнении с эвкалиптом мы в нарте наш любимый ресторанчик сейчас еще время не обед и время у нас 11 46 потому что мы в прошлый раз тоже пятницу попали в обед и было очень много народу мы успели тогда как только мы сели за стол нам стали приносить все и прям полная полная кафе было все вот эти беседки все заняты и наверху где мы сидели он там мы сидели поднимались по ступенькам да тоже потом все заняли и с детьми люди идут и с работы люди идут сюда обедать здесь очень вкусная кухня это в абхазии нормальное явление такие упитанные собаки спят у нее сиеста нынче а я пришла поснять вам показать оливки самые настоящие оливки такого сизого цвета видимо будут черные когда поспеют и растут они в катке в горшке большом пастух с козочками телега хорошо здесь михалыч меня опять завидовать будет хорошо-то так никаких забот никаких хлопот отдыхать да и отдыхай это хорошо по преданию абхазов общество нартов это род в котором входит 100 братьев каких единственная сестра гунда все они рождены одной матерью по имени сатаней гуаша или гуаша это большая семья символизирует собою весь народ нардский эпос прославляет человека могучего как сам кавказ и мест который нам принесли вот такую красоту все очень вкусно пахнет да у меня мясо по абхазски надежда николаевна люля кебаб с пирожечкой она попросила да я еще взяла сыр жареный с улугуни и вот эту лодочку будем кушать маленькую взяли на двоих вот многие говорят что самые вкусные лодочки здесь на арте но попробуем да и попросили два кусочка хлеба все одежда николаевна будете кушать нет мы пойдем чай кормить да ну что приятного аппетита ой слюни прям побежали побежали держите прибор свой мой 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 такой запах да все ладно будем кушать я даже куртку с него ой ой это говядина на подлива какая вкусная друзья все выключаюсь никогда мне как ну что сказать очень все вкусно просто божественно вкусно сил нет ни на что место нет ни на что надежда николаевна играет все доедай сама эту булочку в свою лодочку не она вообще не может и сыр еще остался чай принесли чай некуда это настолько сытно все и вкусно очень спрашивает ну как нормально официантка мы такие очень вкусно про лодочку что хочу сказать в новом афоне они другие тесто другое а здесь такой более издобная наверное я так думаю но там она по-своему тоже вкусные все будем пить чай никуда не торопимся наслаждаемся погодой природой народ подходит кафе все больше больше так и так и и Держите, еще есть. Держите, смотрите, 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 смотрите. Прямо на лету схватывают. Прямо на лету схватывают. Прямо на лету схватывают. Птичий базар, птичий рынок. Прямо на лету схватывают. Прямо на лету схватывают. Прямо на лету схватывают. Прямо на лету схватывают.